Антон Павлович Чехов. Справка. Был полдень. Помещик Волдырев, высокий плотный мужчина, с стриженной головой и с глазами на выкате, снял пальто, вытер шелковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. — Там скрипели. — Где здесь я могу навести справку? — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами. — Мне нужно тут справиться и взять копию журнального постановления. — Пожалуйте туда-с. — Вот к Энтому, что около окна сидит, — сказал швейцар, указав подносом на крайнее окно. Волдырев кашлянул и направился к окну. Там, за зеленым пятнистым когтей в столом, сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос бумаги, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха. И он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне озабоченное выражение. — Могу ли я здесь у вас, — обратился к нему Волдырев, — навести справку о моем деле? Я Волдырев. И, кстати же, мне нужно взять копию журнального постановления от 2 марта. Чиновник умакнул перо в чернильницу и поглядел. Немного ли он набрал? Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было. Муха села на ухо. — Могу ли я навести здесь справку? — повторил через минуту Волдырев. — Я Волдырев, землевладелец. — Иван Алексеевич! — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева. — Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию заявления в полиции засвидетельствовал? Тысячу раз говорил ему. — Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной, — пробормотал Волдырев. — Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною. Все не замечая Волдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок, но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. Волдырев вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее. Маленькую справочку. Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной могу ли я вас побеспокоить? А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкафу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой. На ней лежала рублевка. — Я побеспокою вас на одну только минуту. Мне справочку сделать, только... Чиновник не слышал. Он встал что-то переписывать. Волдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братью. — Пишут, — подумал он, вздыхая. — Пишут, чтоб черт их взял совсем. Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходившись со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо. — Ну что, справлялись? — Справлялся. — Но со мной говорить не хотят. — А вы дайте ему три рубля, — шепнул швейцар. — Я уже дал два. А вы еще дайте. Волдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку. Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием. И вдруг, как бы нечаянно, поднял глаза на Волдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой. — Ах, что вам угодно? — спросил он. — Я хотел бы навести справку относительно моего дела. Я Волдырев. — Очень приятно-с. По гугулинскому делу-с? — Очень хорошо-с. — Так вам что же, собственно говоря? Волдырев изложил ему свою просьбу. Чиновник ожил, точно его подхватил в вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул, и все это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь, и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. Волдыреву почему-то стало неловко, и, повинуясь какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана Рублевку и подал ее чиновнику. А тот все кланялся и улыбался, и принял Рублевку как фокусник, так, что она только промелькнула в воздухе. «Ну, люди!» – подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.